Многие из вас и даже ваши родители видели мультфильм «Ух ты, говорящая рыба». Но современные зрители временами задают вопрос, а что же курили авторы, когда создавали нечто подобное? Это в очередной раз доказывает, каким был мастером сюрреализма и метаморфоз знаменитый советский и армянский мультипликатор, а также режиссер Роберт Саакянс, какие бы он мульты только не снимал. Роберт Аршавирович Саакянс родился 30 августа 1950 года в Баку. В 14-летнем возрасте его семья переезжает в столицу Армении, Ереван. В 20 лет, по найденной матерью заметки в газете, он устраивается на армянный фильм имени Амабык Назаряна. Сначала художником, а после режиссером-постановщиком. Работники студии увидели в этом советском хиппи и любители петлов большой потенциал и не прогадали. После московской стажировки и его дебюта Лилит, в 1975 году он снимает Ахвеса Гирк, или Лисию книгу, взяв за основу сборник басеном хита Гоша и Вардана Агитский. Сделав своеобразный реверанс в сторону Yellow Soul Marine группы Битлз, Саакянс был уверен, что его уволят все-таки трансформации, яркие краски и превращение басни в мульт-рок-оперу. Своим хвостом верчу я ловко. Не мне тебя бояться. И все же, лучшая уловка с тобою вовсе не встречаться. Но после этой работы ему на Армен фильме предоставили полную творческую свободу. Настоящий бум. Его фильмографии приходят как раз в 80-е. Именно в это десятилетие снимается знакомый нами мультфильм как... Скажи, Айб, Мэн, Гим, и ты превратишься во что пожелаешь. Кто это? Масленица. И когда придет? Стой, кто идет? Это я, Масленица. Какой заяц! Какой орел! Какая блоха! А-а-а! Повторить? Ну, значит, та самая блохастого берега лужа. А-а-а! Да хватит! Эй, погоди! Далеко еще до рассвета! Но сегодня я буду рассказывать не об этих шедеврах. Сегодня речь пойдет о его перестройочных мультфильмах. В период перестройки, когда начала постепенно пропадать цензура, Его следующие мультфильмы стали гораздо взрослее, гораздо политизированными, жестче и, как ни странно, злободневными. А его первой ласточкой стал научно-фантастический фильм «Урок». По сюжету в далеком будущем на неизвестную населенную планету приземляются охотники с земли. Все живое, и флора, и фауна представляют собой карикатуры на живых существ нашей планеты. Только вот тут есть одна особенность местного закона природы. Если живое существо убивает другое, убийца становится жертвой. Насекомое, животное, растение – неважно. Самое интересное то, что все эти превращения обнаруживают женщины из прибывших охотников, у которой, увы, не получилось переубедить остальных членов команды позднее. Поняв, что все бессмысленно и все потеряно, она пыталась убить местную птицу из своей лазерной пушки. Но после того, как она увеличила мощность своего пистолета, она частично вернула в прежнее человеческое обличие ту птицу, которая оказалась одним из космонавтов ранее. В итоге часть команды спасается с планеты бегством, а другая остается. Сам фильм кончается с цитатой песни «Imagine» Джона Леннона. «Представь, что рая нет. Это легко, если постараться. Под нами нет ада, над нами только небо. Представьте себе всех этих людей, жить сегодняшним днем. Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не единственный. Надеюсь, что когда-нибудь ты присоединишься к нам, и мир станет единым». Если же этот фильм был пацифистским, то следующий наш образчик – антивоенный. Ветер В мире ветра холодная война перерастает в горячую, и на протяжении всего фильма основным местом действия будет являться командный пункт по запуску ядерных ракет. Ефрейтор, несущий свою службу на КПП у входов в командный пункт, начинает замечать странные явления, вызванные проникающей радиацией. Весь мир стал сужаться до размеров самой базы, а сами военные начали становиться все чуднее и чуднее. У одного выпали все волосы, у второго выросла женская грудь на спине, и третьи и вовсе представляют из себя мух в противогазах. Бедному человеку становится так плохо, что хочется покинуть стополучное место службы. Да вот куда? Начальство с катушек слетело, а привычный мир погиб от бомбардировок. Мораль такая – если мы не перестанем пользоваться оружием, рано или поздно мы вымрем, как динозавры, и только воющий ветер будет бродить по мертвой планете, чьи обитатели истребили друг друга. Многие зрители, подрубив СПГС, могут трактовать всю военную базу по-разному. Одни – как плановую экономику с ее будущим крахом вследствие отсутствия рынка, а другие – и весь Советский Союз, движущийся на пути к своей гибели как государство. Интеллигент с этого времени как раз боялась сталинизма и ядерной войны. И отсюда следует один вывод – помириться с Америкой, даже путем отказа от культа личности. Картина явно не предназначена для семейного просмотра. Тут и обнаженка, и сюрреализм, сопровождающий жуткой музыкой. За исключением поп-песни Майкла Джексона. Наверное. Год спустя выходит кнопка. Политика перестройки успела дать еще и плохие плоды – сепаратизм и протесты в республиках. К чему бы ни прикасалась верхушка политбюро, все в дребезги. Член партии из этого фильма с самого утра начинает замечать, что с нажатием его пальца на кнопку или нечто похожее происходят чудовищные взрывы в округе. Сначала сыпется в труху обычный жилой дом, потом уже города и целые империи. И вот почему. Когда началась перестройка, внутри страны начинались беспорядки и сепаратизм, а в восточном блоке – кризис социалистической системы и подъем национальных идей среди местного населения. Ближе к концу 80-х у нас потихоньку начинал полыхать Кавказ. А в Армении и Азербайджане появилась оппозиция, получившая большую поддержку населения. А где смысл, спросите вы? Партия тупо и бездарна по поводу и без применять свои войска. Давит танками все, что надо и не надо. Да и концовка как бы намекнула, чем это все закончится. Что в итоге случилось после ускорения процесса распада СССР. Первоначально мультфильм задумывался как философский памфлет против милитаризма и интервенции, но к моменту своего выхода он стал чрезвычайно актуальным. В нем, как и в предыдущих образчиках этого видео, нет диалогов. Все выражено интернациональным киноязыком. Закрепляется все это поднятым из руин кулаком солидарности, символа борьбы за свои права и свободы, объединяющей целые народы на борьбу с прогнившей системой. Интересный факт. На премьере фильма в Ереване зрители стоя аплодировали создателям целых 10 минут, когда в их городе была введена советская армия. Все хорошо. Ну что, ребята, последний рывок, как говорится. Вот кто знал, что для последнего мульта из этого ролика основой послужит французская песня «То вас разбьен, мадам Эля Меркуйзе, поле Мизраки». За три минуты Саакянс, посвятив памяти Советскому Союзу, умудрился показать резюме достижений перестройки и всей страны. В лице его лидеров и прочих его деятелей в нелицеприятом свете. Опустим то, что был товарный дефицит, показ мод «Московская красавица». У нас есть события поинтереснее и пострашнее. «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это правая ерунда. Кобыла что, пустое тело, она с конюшнею сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Да, делали не с юмором, а с жесточайшим цинизмом. И все эти события происходили с нашего молчаливого согласия. Мол, ничего этого и не было. Но в событиях крушений поездов, кораблей, аварии на Чернобыльской атомной электростанции пострадало немало людей. Тут не смеяться, а плакать надо. Чёрный юмор в этих работах чётко контрастировал с весёлыми мелодиями и эпизодами, которые в этот раз, ну, просто были несовместимы. Но знайте, с политическими отсылками и женской наготой он баловался ещё до перестройки. Ну, как бы в «Ух ты, говорящая рыба», если заметить момент благодарности деда перед Эээхом, то нога чудовища превращается в голую женщину. А в синем море белой пени на бортах утонувших кораблей можно заметить цифры 007 и 747. Они отсылают нас на сбившийся с курса корейский Боинг 747 рейсе KAL 007 Нью-Йорк Анкориш Сеул. Он был сбит советским истребителем на юго-западе от Сахалина. Уничтожение этого самолёта серьёзно обострило отношения с Америкой. А что было дальше с аниматором? После развала СССР в непростые времена для независимой Армении, когда были проблемы со светом, Саакянсу следующие мульты приходилось рисовать при свечах и при минимальных условиях для свободы творчества. Но в 90-е и нулевые он со своей командой стал спасителем армянской анимации. На место сюрреализма пришли образовательные мультфильмы для самых маленьких и заказные работы для музыкальных клипов. Даже после его смерти в 2009 году его сыновья Давид и Айк Саакянс продолжили дело отца, создавая анимацию внутри студии Роберт Саакянс Продакшн. Сам Роб вошёл в историю как рассказчик армянских сказок и эпосов на современный лад, вкладывая сюрреализм и фантастику, перевернув армянские горы с ног на голову и затем поставив всё на место. Его о работах был непредсказуемый юмор, доходивший до абсурда, и поучительные финалы. Я вообще не художник, я не творец, я ни в чём себя не напрягаю. Я излагаю, я болтаю. Я треплюсь. Жизнь, она короткая, надо успеть оттрепаться на все темы. И я треплюсь картинками, движущимися картинками. Прав я или не прав, меня абсолютно не интересует. И не рассматриваю это как художественное произведение, созданное исключительно для «Оскара» или для «Лувра». Это мнение, которым я поделился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...